глава 3 тогда здесь не пестрел костер распаханных и сжатых нив стеной стоял могучий бор и бурных рек ревел разлив и мчал поток и пел ручей и ключ звенел в тени ветвей брайант индеец на могиле своих отцов известно что реки впадающие в южные воды онтарио отличаются узким и глубоким руслом и спокойным неторопливым течением однако существуют исключения из этого правила так как иные реки порожисты а на других встречаются водопады последним рекам и относится осуига по которой плыли наши путешественники осуига образована слиянием онииды и анандаги двух рек рождающихся в озерах на протяжении нескольких миль она течет по открытой холмистой равнине и достигнув края этой естественной террасы низвергается футов на 10-15 и на этом новом месте тихо и плавно катит свои воды дальше пока не зальет их в обширный бассейн онтарио пирога в которой кап со своими спутниками плыл от стен викса последнего военного поста на мохоке лежала на прибрежном песке и теперь вся компания на нее погрузилась исключая следопыта задержавшуюся на берегу чтобы столкнуть легкое суденышко на воду поставь ее вперед кормой джаспер посоветовал наш лесовик молодому матросу который взял весло у разящей стрелы и стал на место рулевого пусть ее сносит вниз если кто из разбойников мингов явится сюда за нами они станут искать следы в тине и увидят что нос лодки повернут против течения и подумают что мы поплыли в ту сторону приказание было выполнено и с силою столкнув лодку с берега статный крепкий следопыт мужчина в расцвете лет и здоровья легко прыгнул на нос даже не накренив пирогу своей тяжестью как только лодка вышла на стержень ее повернули и она бесшумно заскользила вниз по течению суденышко на котором кэп и его племянница совершали свое долгое и богатое приключениями путешествия было обычной пирогой какие индейцы сооружают из бересты чрезвычайная легкость при большой устойчивости и отличной управляемости делает эти челны незаменимыми в водах где плавание затруднено мелями и перекатами а также обилием плавника обоим мужчинам составлявшим первоначальный экипаж пироги не раз пришлось по пути выгрузив весь багаж переносить ее за сотню ярдов но ее можно было даже в одиночку свободно нести на руках а между тем она была длина и достаточно широка для пироги человеку непривычному она показалась бывалкой но довольно было несколько часов чтобы с ней освоиться мейбл и ее дядя так приноровились что чувствовали себя в ней как у себя дома хотя прибавилось еще три пассажира дополнительный груз не оказал на лодку заметного действия ширина круглого днища позволяла ей вытеснять достаточное количество воды и не давать большой осадки пирога была сработана на совесть ее ребра были скреплены ремнями и несмотря на кажущуюся хрупкость и ненадежность она свободно могла бы взять вдвое больший груз кэп устроился на низенькой скамейке посредине пироги великий змей стал на колени рядом с ним прозящей стрелы стреле пришлось уступить свое место кормчему и они оба с женой поместились впереди мейбл прислонилась к своим узлам и баулам за спиной у дяди тогда как следопыт и пресная вода стояли во весь рост один на носу другой на корме и широкими ровными бесшумными взмахами окунали весла в воду говорили приглушенными голосами теперь когда лес отступил и все больше давала себя знать близость крепости каждый чувствовал что надо соблюдать осторожность осуига в этом месте не широкая но многоводная угрюмная угрюмая река прокладывает свое извилистая ложе между нависающими деревьями которые местами образуя непроницаемый навес почти скрывают от нее свет ясного неба тут и там какой-нибудь накренившийся лесной исполин так низко склонялся над ее берегами что надо было следить как бы не задеть головой сучья что же до меньших деревьев окамлявших берега то вода почти на всем протяжении омывала их нижние ветви и листья все здесь являло как бы живое воплощение великолепной картины нарисованы нашим замечательным стихотворцем и мы недаром привели ее в качестве эпиграфа к этой главе черная суглинистая земля обогащенная вековым перегноем река до краев полнящиеся водой и стоящий стеной могучий бор все так живо вставала здесь получаю как перо брайанта представила это нашему воображению короче говоря весь пейзаж воплощал в себе благостное богатство природы еще не покорившиеся прихотям и требованиям человека и не лишенные прелести и живописности даже в своем первобытном детственном состоянии не надо забывать что описываемые события происходили 1750-х годах то есть задолго до того как западный нью-йорк был приобщен к цивилизации в то отдаленное время две линии военных коммуникаций соединяли обитаемую часть нью-йоркской колонии с пограничной полосой примыкающей к канаде они пролегали одна через озеро шамплен и джордж другая по мохоку вот крику они иди и названным выше реком вдоль обеих линий были построены форты и только на последнем перегоне на расстоянии ста миль от последнего поста у истоков мохока и до устья асуиго никаких укреплений не было и вот этот-то участок мы в значительной мере и имели ввиду описывая те места по которым путешествовали кэп и мэйбл под защитой разящей стрелы меня иной раз тоска берет по мирному времени говорил следопыт когда можно было бродить по лесу поисках только такого противника как дикие звери и рыба сердце сжимается как вспомнишь сколько чудесных дней мы провели со змеем на берегах этих ручьев питаясь дичью лососиной и форелью не думая о мингах и скальпах тоска меня берет по этим благословенным дням ведь я не считаю своим призванием убивать себе подобных надеюсь что и сержантова дочка не видит во мне негодяя находящего удовольствия в том чтобы восставать народ людской с последними словами в которых прозвучал скрытый вопрос следопыт оглянулся назад и хотя и самый пристрастный друг не решился бы назвать красивой его загорелую резко очерченную физиономию даже мэйбл нашла что-то обаятельное в его улыбке в ней словно солнечный луч в капле воды отражалась вся непосредственность и правдивость которой дышала это честное лицо не думаю чтобы батюшка послал за мной такого человека ответила на следопыту одарив его такой же чистосердечный но только во много раз более пленительной улыбкой нет не послал бы нет сержант душевный человек и ни в одном походе ни в одной битве стояли мы рядом как он сказал бы плечом к плечу хотя я предпочитаю чтобы было где развернуться когда поблизости бродит французишка или минк так это вы молодой друг про которого батюшка так часто вспоминал своих письмах вот именно что молодой сержант опередил меня на 30 лет да на целых 30 лет у него передо мной преимущество но только не в глазах его дочери дружище следопыт ставил кап с тех пор как вокруг снова заплескалась вода него заметно улучшилось настроение лишних 30 лет вряд ли покажутся преимуществом 19 лет не девушки мы был покраснела и отвернулась чтобы избежать взоров своих спутников в носовой части лодки но тут же встретила восхищенный взгляд юноши стоявшего на корме и в эту самую минуту на крыльях ветерка который не зарябил бы и лужицы по аллее образованный люблю прибрежными деревьями издалека донесся глухой тяжелый гул ага узнаю родные звуки насторожился кэп точно собака заслышавшая отдаленный лай это верно шумит прибой у берегов нашего озера ошибаетесь ошибаетесь сказал следопыт эта река кувыркается по скалам в полумиле отсюда ниже по течению как на этой реке есть водопад оживилась мэйбл и кровь еще ярче прилила к ее щекам черт подери мастер следопыт или вы пресная вода так кэп уже величал джаспера желаю показать что он освоился с пограничными порядками и лучше ли нам изменить курс и пойти ближе к берегу там где есть водопад можно ждать и порогов а если нас втянет в воронку там уже никакой мальстрём и не понадобится мальстрём это опасный водоворот у северных берегов норвегии доверьтесь нам доверьтесь нам друг кэп отвечал следопыт мы правда всего лишь пресноводные матросы а про меня и этого не скажешь но пороги перекаты и водопады для нас дело привычное и мы постараемся спуститься вниз не посрамив своей учености спуститься вниз черта с два воскликнул кэп уж не собираетесь ли вы перемахнуть через водопад в этой скорлупке кто то и есть что собираемся дорога крепости лежит через водопад а ведь куда проще переправиться на пироги чем бы разгрузить ее а потом и лодку игру стащить на руках добрую милю по берегу мэй был побледнев оглянулась на молодого матроса и в эту самую минуту новый порыв ветра донес до нее глухой рёв воды звучавший особенно грозной теперь когда причина этого явления была установлена с достаточной ясностью мы считали спокойно заметил джаспер что высадив на берег женщин и индейцев мы трое белых привычных воде прогоним лодку без всякого риска нам это не впервой и мы надеялись на вас друг моряк как на каменную гору заявил следопыт подмигивая джасперу через головы всей компании уж вам-то не в новинку кувыркающиеся воды а ведь надо же кому-то из-за поклажей присмотреть как бы наряды сержантовой дочки не смыло водой потом ищи их из вещей озадаченный кэп не нашелся что ответить предположение переправиться через водопад представилось ему даже более рискованным чем могло бы казаться человеку незнакомому с опасностями судоходства ему слишком хорошо была известна ярость стихий и беспомощность человека отданного в их власть правда гордость его восставала при мысли о бесславном бегстве тем более что его спутники не только без страха но и с полным душевным спокойствием собирались плыть дальше и все же несмотря на самолюбие и приобретенную привычку к опасности он может быть и покинул бы свой пост когда бы индейцы издирающие скальпы прочно не засели у него в голове что по сравнению с этой угрозой лодка представлялась ему чем-то вроде спасительного убежища а как же магния спохватился он мыслью любимой племянницы пробудила в нем новые грузения совести не можем же мы высадить на берег магния если поблизости бродят враждебные нам индейцы не тревожьтесь ни один минк и близко не подойдет к волоку уверенно ответил следопад это слишком открытое место для их подлых каверс натура есть натура индейцу свойственно появляться там где его меньше всего ждут не бойтесь встретиться с ним на торной дороге ему нужно только захватить вас врасплох эти бестии спят и видят как бы обмануть человека если не так то и так причаливая к берегу пресная вода мы высадим сержантову дочку на то поваленное дерево и ей даже башмачки замочить не придется Джаспер причалил к берегу и вскоре пассажиры вышли из лодки кроме следопытая и обоих матросов невзирая на свое профессиональное самолюбие Кэп с радостью пошел бы по суху но он не решался так безоговорочно признать свое поражение предплесноводным коллегой черт меня побери объявил он экипажу и два пассажиры вступили на твердую землю если я вижу в этой затее хоть каплю здравого смысла это все равно чтоб прокатиться в лодке по лесной речушке невелика хитрость вместе с пирогой сверзится с осуижского водопада такой подвиг одинаково доступен и неопытному новичку и бывалому матросу ну уж нет зря вы обижаете наш осуижский водопад запротестовал следопыт пусть это не не агара и не дженеси не кэху и не глен и даже не канадские водопады а новичок натерпится тут страху не мешало бы сержантовой дочке залезть вон на ту скалу и полюбоваться как мы темные лесные жители берем смаху препятствия там где не удается обойти их стороной смотри же пресная вода не подкачай ты единственная наша надежда на мастера кэпа рассчитывать нечего он у нас за пассажира как только пирога отошла от берега Мейбл трепеща от волнения побежала к скале на которую ей указал следопыт она сетовала своим спутником на дядюшку зачем он подвергает себя такому бессмысленному риску а сама то и дело поглядывала на стройную и сильную фигуру рулевого который выпрямившись во весь рост стоял на корме управляя движениями пироги но едва девушка достигла вершины скалы оттуда открывался вид на водопад как из груди ее невольно вырвался сдавленный крик и она поспешила закрыть лицо руками впрочем уже через минуту она опустила руки и долго стояла так как зачарованная не смея дохнуть безмолвная свидетельница того что свершалось перед ее глазами ее спутники индейцы равнодушно присели на петь едва удостаивая взглянуть на реку тогда как июньская роса присоединившись к Мейбл следила за движениями пироги с любопытством ребенка радующегося прыжкам акробата едва лишь лодка выбралась на быстрину следопыт опустился на колени продолжая работать веслом но много медленнее чем рулевой словно сообразуясь его движением и стараясь ему не мешать жаспер стоял прямой как стрела не сводя глаз с какой-то точки за водопадом очевидно выбирая место где пирога могла бы проскочить держи западнее западнее держи бормотал следопыт туда где пенится вода проведи линию между верхушкой того дуба с надломленным стволом и заросшей лиственницей справа пресная вода не отвечал лодка шла по самому стержню и усиливающееся течение с головой окружительной быстротой несло ее к водопаду в эту минуту Кэп с восторгом отказался бы от славы которую мог принести ему этот подвиг лишь бы очутиться в безопасности на берегу он слышал приближавшийся рев воды который все еще доносился как бы из-за завесы но с каждой минуты становился яственнее и громче видел сверкающий внизу жгут воды он как бы перерезал лес и на всем ее протяжении кипела и ярилась свирепая стихия отливая зеленью и словно распадаясь на отдельные частицы утратившие всякую силу сцепления право руля право руля заорал он уже не владея собой в то время как пирога приближалась к водопаду держи правее болван как же как же как бы не так ответил следопыт закатываясь ликующим беззвучным смехом держи левее мой мальчик держи левее остальное произошло в мгновение ока пресная вода с силой замахнул веслом пирога скользнула в протоку и несколько секунд Кэпу казалось что их швырнуло в кипящий котел он увидел как нос пироги залился в воду увидел у самого борта пенящийся ревущий поток почувствовал как легкая суденушка под ним швыряет словно ореховую скорлупку а затем к величайшему своему удивлению и не меньшей радости обнаружил что они плывут по тихой заводе ниже водопада своей пироги направляемые размеренными ударами джасперового весла следопыт все еще смеясь поднялся с колен пошарил вокруг себя и вооружившись роговой ложкой и овалянным ведерком начал прилежно вымерять воду которую пирога зачерпнуло проходя через водопад 14 ложек пресная вода 14 полных с короями ложек а ведь помнится раньше ты обходился десятью мастер кап так ёрзгал на скамье что трудно было удерживать лодку в равновесии с полной серьезностью отвечал джаспер что уж возможно тебе разумеется виднее но только раньше ты обходился десятью ложками гммм оглушительно кашлянул кап прочищая горло он ощупал косичку словно проверяя целая ли она и оглянулся чтобы на расстоянии оценить миновавшую опасность и тут он понял что их спасло большая часть водного потока низвергалась с высоты десяти двадцати футов но примерно посредине вода проточив скале узкую расщелину падала не отвесно а под углом сорок сорок пять градусов по этой тест стремнение пирога и соскользнуло вниз лавируя среди облопков скал пенящихся водоворотов и яростного клокотания взбесившейся стихии суливший утлому челну на неискушенный взгляд неминуемую гибель а между тем именно легкость пироги облегчала ей спуск несясь по гребням волн направляемая верным глазом и мускулистой рукой кормчиво она словно перышко даже не замочив глянцевитых боков перепархивала с одной пенистой круче на другое надо было только избежать нескольких опасных камней и твердо держаться курса остальное довершилось стремительное течение чтобы читатель не принял это описание за плод досужей фантазии автор спешит оговориться что ему известен случай когда по этому водопаду была доставлена в полной сохранности тридцатифутовая пушка мало сказать что гэп был удивлен его восхищению удалью рулевого примешивался глубокий страх неудержимый страх моряка перед гибельными скалами однако он воздержался от выражения своих чувств как от недостойной уступки пресноводным бассейнам и речному судоходству прочистив горло выше указанным гэп гэп тут же пустился в рассуждение в духе своего обычного самохвальства что ж ничего не скажешь фарватер вы знаете мастер пресная вода в таких местах главное знать фарватер у меня были рулевые старшины которые не хуже вашего проделали бы этот номер лишь бы им известен был фарватер но нет дело тут не только в фарватере друг моряк возразил следопыт нужны железные нервы и немалая сноровка чтобы вести лодку к цели обходя камни и скалы в наших местах не найдешь другого грибца который смог бы так уверенно как пресная вода проскочить через засуижский водопад хоть бы и были случаи когда кое-кому это с грехом пополам удавалось я бы и сам не взялся разве только уповая на милость провидения нужны железная рука джаспера и верный глаз джаспера чтобы при такой попытке обойтись без вынужденного купания 14 ложек в конце концов не так уж много хоть я и предпочел бы чтобы их было 10 ведь за нами сверху наблюдала сержантова дочка но ведь собственно это вы управляли пирогой я слышал как вы отдавали команду человек слаб приятель моряк во мне все еще сказывается натура бледнолицого ежели бы вместо меня в лодке сидел змей он не проронил бы ни звука что он не думал про себя индеец умеет держать язык за зубами это мы белые воображаем будто знаем все лучше других я понемножку избавляюсь от этого недостатка но нужно время чтобы выкорчевать дерево которому перевалило за 30 лет воля ваша сэр я не вижу тут никакого подвига то ли дело проскочить в лодке под лондонским мостом ведь на это отважил отваживаются каждый день сотни людей и даже если хотите знать благородные дамы его королевское величество собственной персоной тоже как-то проехал в лодке под лондонским мостом избави меня бог от благородных дам и королевских величеств дай им здоровья в моей лодке когда придется переправляться через водопад эдак недолго их всех утопить похоже пресная вода что нам придется прокатить сержантова шурина по ниагарскому водопаду надо ведь показать ему на что способны люди на границе черта с два мастер следопыт вы конечно шутите в жизни не поверю что берестяная лодочка переправилась через этот мощный водопад я вам скажу мастер кэп что вы в жизни так не ошибались да это же проще простого я сколько раз видел своими глазами если живы будем непременно вам покажу как это делается я так считаю что даже самый большой океанский корабль может спуститься по водопаду при условии что он до него доберется кэп не заметил лукавого взгляда которым обменялись следопыт с джаспером и на некоторое время притих а между тем стоило ему подумать и он догадался бы что трудность не в том чтобы спуститься по ниагарскому водопаду а в том чтобы по нему подняться к этому времени путники достигли места где джаспер оставил свою пирогу спрятав ее в кустах и вся компания расселась по лодкам кэп его племянница и джаспер заняли одну а следопыт и разящая стрела с женой другую кто там и геканина то он пошел вперед по берегу высматривая с всей осторожностью и зоркостью своего племени нет ли поблизости врагов только когда пирога снова вышла на быстрину и понеслась по течению подгоняемая редкими но сильными грибками джасперового весла Мейбл опомнилась и отхлынувшая кровь снова прилила к ее щекам ужас сковал девушку и лишил ее речи когда она следила за переправой через гибельную пучину но даже страх не помешал ей восхищаться отважным кормчим впрочем надо сказать что то то присутствие духа с каким пресная вода совершил свой подвиг не оставило бы равнодушным и менее впечатлительное и отзывчивое существо нежели Мейбл он стоял неподвижно несмотря на бешеные прыжки и курбеты пироги и от тех кто наблюдал это зрелище с берега не укрылось что только своевременный рывок в весла потребовавший всех его сил и всего умения спас лодку которой грозило вот-вот разбиться о скалу омываемую каскадами кипящей воды то отливавший от утеса обнажая его бурую поверхность то накрывавший и его прозрачной пеленой с таким постоянством и такой методичностью словно игрой стихии управляла невидимая машина язык не всегда в силах выразить то что видишь глазом Мейбл же увидела достаточно даже в минуты охватившие ее страха чтобы в памяти у нее навсегда запечатлелась картина лодка скачущая по волнам и неподвижный невозмутимый рулевой однако не только в этом заявила себя то коварное чувство которое незаметно подкравшись притягивает женщину к мужчине забота Джаспера вливала в Мейбл спокойствие и уверенность впервые после того как они оставили Стенвикский порт она чувствовала себя в этом утлом суденышке легко и беспечно вторая пирога неотступно держалась рядом и общим разговором руководил правивший ею следопыт Джаспера ограничивался тем что отвечал на вопросы он так осторожно орудовал веслом что это удивило бы всякого знавшего его небрежную уверенность если бы тот понаблюдал его теперь со стороны мы имеем понятие что такое женская натура и не решившись бы переправить сержантову дочку через водопад говорил следопыт глядя на Мейбл хоть и обращаясь к дядюшке правда я знавал женщин в наших местах которые с легкой душой пустились бы в это путешествие Мейбл Мейбл такая же трусиха как ее мать заметил Кэп и правильно вы сделали дружище что уважили ее женскую слабость малышка никогда не плавала по морю еще бы еще бы я так и подумал вот судя по тому какой вы бесстрашный сразу видно что вам сам черт не брат мне однажды пришлось побывать в такой переделке с неопытным новичком и что же вы думаете болван выпрыгнул из лодки в ту самую минуту как она клюнула носом чтобы спуститься вниз представляете чего парень натерпелся и что же стало с беднягой осведомился Кэп он не узнал как понять следопыта он не знал как понять следопыта при всей его кажущейся безобидности в зоне проводника случился какой-то задор который давно заставил бы насторожиться всякого более чуткого собеседника он и правда бедняга и к тому же плохой пограничник а вот решил удивить нас темных неучей что с ним случилось скатился по водопаду вверх тормашками только и всего в общем поконфузился парень как это иной раз бывает с нашими судейскими или генералами так ведь им же не приходится прыгать с пироги отозвался Джаспер улыбаясь видно было что его тяготит разговор о водопаде и он охотно предал бы забвению весь этот эпизод но вы не скажете что вы думаете о нашем головоломном прыжке обратился следопыт к Мейбл заглядывая ей в глаза так как лодки шли борт о борт он он был опасен душа у меня простая без всяких вывертов спросите хоть великого змея а уж не более тем более не к лицу мне такие замашки когда я занят службой что до Джаспера насколько я знаю ему было бы приятнее переправиться через водопад в тихомолку чтобы никто не видел чем на глазах у сотни зрителей мы с ним старые друзья я никогда его не считал за обохвало и за знайку Мейбл наградила следопыта улыбкой и обе лодки по этому случаю еще долго шли рядом юность и красота были столь редким явлением на отдаленной границе что даже трезвые и привычные к узде чувства лесного жителя не устояли перед цветущей прелестью юной девицы мы думали о пользе дела продолжал следопыт так как было лучше во всех отношениях если бы мы понесли пирогу на руках это отняло бы уйму времени а когда имеешь дело с мингами главное выиграть время а ведь сейчас нам нечего бояться лодки идут быстро и по вашим же словам через два часа мы будем в крепости хотел бы я видеть ирокеза который осмелится хотя бы волосок тронуть на вашей головке красавица все мы здесь и ради сержанта а еще больше сдается мне ради вас самой только и думаем как бы уберечь вас от беды но послушай пресная вода кто это там ниже по реке стоит на скале у второй излучины подальше от кустов это великий змей следопыт он делает нам знаки но я их не понимаю ну конечно это змей он хочет чтобы мы пристали к берегу что-то стряслось иначе он при своей выдержке и сметки не стал бы нас тревожить но друзья куражу не терять мы мужчины и встретим подлые замыслы дикарей как подавает нашему цвету кожи и разумению эх всегда я презрал похвальбу ни к чему хорошему она не приводит и видите не успел похвалиться что мы в безопасности как приходится тут же бить отбой его чтобы мы подавали на маях и с в в в в Продолжение следует...